Питерский зенит 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 2014 года. Именно тогда «Зенит» у себя дома провел первый большой футбольный фестиваль. Он объединил более 7 тысяч детей и взрослых, профессиональных футболистов и любителей звезд «Зенита» и болельщиков. Идея проекта заключалась в том, чтобы мастеровитые наставники абсолютно бесплатно и с интересом учили чему-нибудь подрастающих игроков, а также отбирали выдающихся к себе в академию. Проект удался сразу же, поэтому все следующие годы «Зенит» стал проводить его на постоянной основе и с размахом на всю страну. И последний раз тренерский штаб Академии «Белосиних» посетил даже Владивосток. У команды «Зенита» на Приморскую столицу были большие планы. Начался визит со специальной товарищеской игры между студентами ДВФУ, которую наблюдали гости и перед которой они успели познакомиться с местной студенческой футбольной жизнью. Затем почти полдня питерцы провели на стадионе «Юность», где под руководством опытного игрока и тренера Дмитрия Радченко прошли насыщенные тренировки для молодежи «Луча». Радченко многие могут помнить по игре за тот же «Зенит», «Спартак» и сборную СССР в начале 90-х. Сейчас Дмитрий один из тренеров Академии. Со своим напарником Владимиром Малышевым специалист успел поработать с тремя возрастными группами «Желто-синих». От приморцев у гостей осталось только хорошее впечатление. Действительно, мальчишки есть очень способные, очень организованные, дисциплинированные. Мы были очень удивлены. Так что все прошло очень хорошо. То, что запланировали заранее, все показали, технические элементы показали и много других, надеюсь, очень интересных упражнений, которые потом тренеры этих команд будут применять для развития своих баллистов. У Приморского «Луча» тоже есть школа и довольно большая. Центр подготовки юных футболистов объединяет одну молодежную команду и целых 11 детских составов. Ежегодно на базе клуба проводятся самые яркие детские турниры Дальнего Востока. Да и тренерский штаб здесь опытный. Правда, как отметили приморские наставники, к словам приезжих профессионалов, дети прислушиваются куда внимательнее. Такие игроки, которые к нам тренеры сейчас приехали, это люди, которые прошли «Большой жизненный путь», играли в хороших клубах. Как раз вот нюансы, которые они подсказывают, я думаю, они особенно для детей очень важны. Когда мы тренеры говорим, конечно, они нам верят. А когда приезжают звезды, я не побоюсь этого слова, да, это, ну, принимается на как это должно быть. Гости не только похвалили «Тигров», но и также отметили важность всех команд «Луча» на карте российского футбола. Говорят, что иногда скучают по матчам в приморской столице. Команда «Луч» есть очень с большой историей. Были очень хорошие футболисты, было очень много питерских футболистов, которые выступали за «Луч». Понятно, что, наверное, на данный момент переживают не самые хорошие времена, но мы все надеемся, что Владивосток, такой город, который каждый год становится все лучше и лучше, и футболу будет уделяться больше внимания, будут строиться поля, инфраструктура, и будут поднимать, прежде всего, детский футбол. И тогда, я думаю, команда «Луч» будет играть в высшем дивизионе и будет добиваться большим успехом. В рамках всего визита специалисты Академии «Зенита» успели обменяться опытом не только с футболистами, но и с тренерами и другими деятелями футбола. Но главное было впереди. Сам фестиваль приняла центральная площадь города, причем уже с 10 утра. Даже при неоднозначной погоде мероприятие привлекло сюда за весь день несколько тысяч любителей футбола. Праздничное настроение и масса развлечений впечатлили приморцев, которые приехали с самых различных уголков с целью не только отдохнуть и пообщаться с профессионалами, но и проявить себя. Он классный, я хотела на него очень сильно, я готовился, ну и хочу лучшим стать. Я к этому турниру упорно готовился, занимался тренировками, ну и я жду хороших результатов и думаю, что я могу попасть вниз. Приехали мы из города Большого Камня, ожидаем, что наши дети порявят себя. В первую очередь, конечно, наших хотелось бы, чтобы проявили, которых мы сюда привезли. Что все будет прозрачно, честно и что действительно лучшие поедут на сбор в свои педагоги. Все хотят играть в футбол, любят в футбол. Даже вот сегодня проводим эти мастер-классы и приезжают на автобусы мальчишки с ближайших городов, такие как Уссурийск и так далее, по 12 часов едут. Это что-то, 400 детей. Так что это очень здорово. Участники попробовали свои силы в футбольных аттракционах и развлечениях, виртуально побывали на Газпром-арене и получили возможность прикоснуться к Кубку чемпионов страны. Этот трофей «Зенит» выиграл в последнем сезоне. К слову, гости фестиваля тоже могли выиграть здесь как небольшие призы, так и две главные награды. Одну из них можно было выиграть на футбольном поле, где лучшая команда могла отправиться проходить сборы на две недели в Академию «Зенита». Помимо тренировок, для этих детей ежегодно предусмотрена большая программа, в том числе экскурсии по городу, посещение домашнего матча «Зенита» и встреча с игроками основного состава. Второй конкурс «Эстафета. Сделай лучше, чем Аршавин». Участникам этого соревнования необходимо было пройти полосу препятствий с маленькими воротами в конце и забить гол. Лидера этого испытания приглашали на выходные в Санкт-Петербург. В целом же на всех станциях ребята получали специальные наклейки в свой футбольный паспорт. Результаты организаторы учитывали и внимательно следили за выдающимися игроками, чтобы в конце сказать свой вердикт. К самой жаркой части фестиваля во Владивостоке выглянуло солнце, и футбольный день заиграл новыми красками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После долгих и максимально насыщенных часов отбора во Владивостоке все-таки нашлись счастливчики. По результатам конкурсной программы, в которой приняли участие 460 детей, победителями оказались Сергей Митрохович, Никита Борщун, Глеб Зорин, Андрей Пугаев, Артур Копылов и Владислав Гавриш. Именно они выиграли сертификаты на обучение в Академии «Зенита» в Санкт-Петербурге. Ну а сам фестиваль, подарив вагон эмоций и опыта, поехал дальше обучать и привлекать футбол российскую молодежь. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом».